В Чебоксарах открылась первая в республике дошкольная STEM-лаборатория. По новейшей образовательной технологии уже работают более 600 организаций по стране. В их числе Чебоксарский детский сад номер 7 «Созвездие». Такая интересная деталь, где нам ее найти. А вот такую. Построить летучий корабль, придумать и создать игрушку мечты. Все реально с системой STEM. В проекте участвуют дети, начиная с трех лет. В игровой форме они осваивают разнообразные образовательные модули. Самые интересные кейсы, по словам куратора проекта, дошкольники раскрывают в подготовительном возрасте. Детки смогут заниматься научно-техническим творчеством, осваивать проектную кейсовую деятельность, осваивая шесть образовательных модулей. Дидактическая система Фридриха Фрёбеля, робототехника, снимать мультфильмы, заниматься математическим развитием, экспериментировать в живой и неживой природе. И, конечно же, конструировать. Детский сад номер семь получил сертификат инновационной площадки по апробации программы STEM образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пять педагогов учреждений прошли специальное обучение в Москве и теперь проводят мастер-классы по разным направлениям. С опытными наставниками ребята учатся понимать и выстраивать логическую цепочку, сформировать навыки работы в команде. Сделать мультфильмы самому – это неотъемлемый труд. И, конечно, это очень сложно и интересно и занимательно. И фигур для мультфильмов они также могут сделать сами из пластилина или использовать готовые. Сценарий тоже можно использовать по какой-либо сказке или же фантазировать. Да, ребята? Очень здорово, что открылась в нашем саду такая лаборатория. Теперь нашим детям, я думаю, что будет интересно познать первый опыт, изучить точные науки, информатика, технология, техника, инженерия, не выходя из детского сада, получить знания какие-то. И я думаю, что моим двум сыновьям пригодятся эти знания и полученный первый опыт в этой лаборатории в будущем. Опытом новаторов уже заинтересовались коллеги из других дошкольных учреждений. С внедрением необходимой материально-технической базы это станет возможным для большего количества образовательных учреждений. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Продолжение следует...